Добрый день, мы Татьяна и Алена. Мы профессиональные организаторы конструкции. Мы помогаем каждому обрести свой порядок путем создания удобной системы хранения. И сегодня мы расскажем вам о том, как провести порядок на кухне. Кухня — это зона для приготовления пищи, отдыха, приема гостей и даже может быть работы. Функций у кухни много, соответственно, приходится хранить много разных предметов разного назначения. Для того, чтобы на кухне сохранялся порядок, нужно сделать хранение функциональным и удобным. С чего мы начинаем наведение порядка на кухне? Достаем все из шкафов, анализируем содержимое, продумываем, что у нас хранится. Уже потом планируем систему хранения и используем наши помощники органайзера. Важно перед покупкой учитывать размеры органайзера и замерить то место, где он будет расположен. Одна из причин беспорядка на кухне — это заставленная рабочая горизонтальная поверхность. Что мы делаем? Стараемся использовать дополнительные места хранения. Например, на стене, рейлинге, подвесные полочки, крючки, держатели. Если же мы хотим, чтобы вещи находились на рабочей поверхности, так как вам удобно ими пользоваться здесь, нужно сосредоточить их в одном контейнере или в одной корзинке. Как правило, вещи располагаются по принципу, что поставили там и стоят, что создает беспорядок, что делаем. Размещаем предметы одной категории рядом друг с другом, для того, чтобы было удобно доставать, убирать предмет обратно и затрачивать на это минимум уроки. К примеру, недалеко от чайника мы располагаем зону для чаепития. Чай, кофе, печенье, конфеты — все на одной поле. У каждой хозяйки на кухне находится несколько видов укроп. Сейчас мы поговорим о том, как их удобно организовать. Для этого мы используем контейнеры подходящего размера, для того, чтобы ограничить пространство. И открытые пакеты мы закрываем различными зажимами, для того, чтобы хрупа не высыпалась. Для того, чтобы избавиться от визуального шума, мы рекомендуем пробы деконтировать, то есть пересыпать из оригинальных заводских сплаковок в специальные контейнеры. Если на вашей кухне есть высокий и узкий шкаф, то приобретайте контейнеры, которые штабилируются, то есть устанавливаются друг на друга. Таким образом, вы максимально задействуете все пространство. Частая проблема кухонь — это высокие и глубокие полки, из-за чего не хватает места для хранения продуктов. Для этого мы можем использовать дополнительно вставную полку и навесную полку. Соответственно, мест для хранения появится намного больше. Для угловых глубоких шкафов мы используем крутящиеся подносы или вставки в полку. Часто наблюдается беспорядок подраганных, так как нету полок и хранятся много предметов из разных категорий. Для этого мы используем разные корзины для удобства хранения. Если у вас маленькая кухня, но много посуды, для этого используем вертикальное хранение. Для тарелок, для разделочных досок, для противней и блюд для приготовления пищи. Кроме посуды вертикально хранить можно также кухонные текстилики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!